Здравствуйте! Платежная система Виза увеличила лимит платежей без пин-кода до 3000 рублей. Новые правила начали действовать в минувшие выходные. Виза, принимая решение об изменении правил, руководствовались тем, что объемы безналичных платежей постоянно растут. Ранее, напомню, без пароля можно было оплачивать покупки стоимостью не более 1000 рублей. По прогнозам Центробанка, к концу 2019 года доля безналичных транзакций увеличится с 56 до 66%. При этом лимит по бесконтактным платежам в нашей стране не корректировался уже более пяти лет. Порядка 40% россиян не имеют никаких сбережений. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы superjob.ru. У остальных 60% сбережения имеются. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение трех с половиной месяцев, приводит ТАСС данные опроса. Порядка 16% опрошенных отметили, что накопленной суммы им хватит меньше, чем на месяц. 21% полагают, что смогут жить на сбережения 1-2 месяца, а 12% смогут жить на накоплениях от 3 до 6 месяцев. Кроме того, 29% респондентов не ведут финансовый учет личных доходов и расходов, 53% ведут примерный учет, а строго следят за финансами только 18% респондентов. В правительстве отрицают обсуждение отмены подоходного налога для малообеспеченных. Как сообщили в российской трехсторонней комиссии, совещание на эту тему не запланировано, в планах вопрос не значится. Напомню, сегодня многие информагентства написали о том, что россиян с маленькой зарплатой хотят освободить от подоходного налога 13%. Как писали известия, мера должна была коснуться тех, кто после уплаты налога получает на руки зарплату ниже прожиточного минимума. Не так давно в Росстате подсчитали, что бедными в России можно назвать примерно 19 миллионов граждан или 13% населения. Депутаты Госдумы от Пермского края отчитались о доходах за прошлый год. Самым богатым из депутатов-пермяков уже традиционно стал Александр Василенко. В прошлом году он заработал почти 32 миллиона рублей. В списке недвижимости у него числятся два земельных участка, жилой дом и квартира. Игорь Шубин задекларировал доход в 5 миллионов рублей. В его собственности земельный участок, гостевой дом, дом охотника, квартира. Бывший мэр Перми Игорь Сапко также заработал за год 5 миллионов рублей. В собственности депутата два земельных участка в особо охраняемой территории, гостевой дом, досуговый центр и снегоболотоход. Дмитрий Скриванов задекларировал доход в 5 миллионов рублей. Он владеет квартирой площадью почти 175 квадратных метров, а также автомобилем BMW X-Drive. Самым бедным оказался депутат Алексей Бурнашов. Он задекларировал доход в 4 миллиона 300 тысяч рублей. В его декларации указана лишь квартира площадью 162 квадратных метра. Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на начало апреля составила 9 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на полпроцента. По данным Пермстата, численность работников, перед которыми организации имеют долги, составила 710 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составляет 12 700 рублей. Наибольшая сумма задолженностей сложилась в Кунгуре. Курс доллара, установленный Центробанком, на 16 апреля составляет 64 рубля 24 копейки, курс евро 72 рубля 70 копеек. Спонсор рубрики – компания «Форвард Авто». Приезжайте за своей ладой по госпрограмме на Решетникова 5. На этом у меня все. Удачи в делах.